Всем привет, ребят! Сегодня начинаю влог с воскресенья вечера, потому что у меня появилось вдохновение. Сейчас я вела свой телеграм примерно час, так что подписывайтесь, я вам там показала свои старые ролики. Значит, у кожи зацвела. Ну да, интересно почему. Не, я вообще не знаю почему. Сейчас я наконец-то буду делать себе макияж с красными губами. Я никогда не красила губы в красный цвет, только на танцах, когда надо было выступать. И выглядела я не очень. Сниму рельсик в инстаграмчик. Приходите в мой телеграм. Напишите, хотите ли вы отдельный ролик, как я смотрю свои старые видео со старого ютуб-канала. И выгуливаю хомку. Сейчас я вам покажу, как я выгуливаю, потому что меня об этом просили. Ну, собственно, ничего интересного тут нет. Ребята, вы увидели, как я за ней бегу? Она просто бегает. Это, ребята, я не знаю, что это такое, это сыпется от соседей. Вот буквально я уберусь, через полчаса она посыпется, поэтому... В общем, вот так хомку гуляет по всей квартире. Сегодня мы с Юлей учили, повторяли танец. Поэтому у меня тут стоят кроссовки. Я что-то выдохла, все очень устала после повторения. И она все нормально. Так что все. Пошла я делать мейкап. Я вам покажу его влоги. И приходите в мой инстаграм, поддерживайте меня, пожалуйста. Ребята, не удивляемся, у меня тут съемки, у меня тут актерские игры происходят. Я уже как месяц назад увидела Рилс в инстаграме под клевую песню. И только сегодня снимаю. Может, кто понял, что за Рилс? Сейчас я, типа, женщина, потом я... Дай бог, макияж получится и буду красивой. Так что все, пойду окраситься. Сейчас будет вам дикий приходик. Та-дам! Мой образ готов. Оцениваем. Я цыган сегодня. Как обычно у меня теперь все нормально. Сзади. Надеюсь, он был виден. Пошла я снимать. Мне уже спать охота. Сейчас быстренько засниму. Лягу, наверное, даже фоткаться. Не буду особо ничего фоткать. Пока не знаю, что надеть. Ребята, прошло время смывать мой мейкап. Вот сейчас уже пора идти умываться, да? Ну, сейчас, понимаем, неплохой. Вот тут у меня опять все отпечаталось, как в тот раз. Но это ладно, уже смывать пора. Неплохо получилось, я считаю. Мой малыш пьет, набеглась. Так что, все, завтра у них. Пойду я бомжом. Встретимся завтра утром. Всем доброе утро. Я уже проснулась. Накрасилась. Уже решила, что надеть. Осталось покушать и выходить. И одеться. У меня салатик и буглу. Так что всем приятного аппетита. Сегодня у меня беда с бровями. Я их рисовала 20, хотя в жизни долго не рисовала. Такие у меня еще не получились. Но уже времени нет исправлять. Пойдем так. Все, всем приятного аппетита. Доброе утро. Я пошла кушать. Я уже вышла. Я сегодня весенним. Так-то вроде все не пульсовая. Поэтому я решила с шарфиком. Дай бог, не замерзнет. Я выхожу. Встретимся в университете. О, май, гад, пришла, пришла, пришла. Ты сам еще хотел? Нет. Делаем задание. Встретимся на переменке. Встретимся в университете. Встретимся дома. Ребята, уже вечерок. Все потому, что я, конечно же, что делала. Я спала. Я не знаю, сколько. Три часа. Ай, не могу я. Мы собираемся на танцы. Не знаю, что нам там снимать. Не знаю. Посмотрим, было бы что-нибудь до снего. А сейчас мы будем есть. Так, совсем приятный аппетит. Ребята, мы скоро выходим. Я не знаю, что у нас с холкой. Она сидит вот так уже 15 минут. Что это может значить? Кто-нибудь знает? Все, ребята, мы на танцах. Чувствую мне ужасно. Я шла расстегнута. Надеюсь, я не забыла. Все. Пошли мы танцевать. Сегодня в домашних штанах. Потому что мне у них удобно. О! Ребята, мы дома усталые, конечно. Также, кстати, переходите в мой Телеграм. Вчера я там разобрала, показала вам свои старые детские видео с Ютуб-каналом. Не просто какие-то, которые снимали. А именно, которые я редактировала и выкладывала. Так что ссылочка в описании. Называется он так же, как и мой Ютуб, так же, как и мой Инстаграм. Переходим, смотрим. Ребята, прошло уже час, но я так и не сдвинулась с своего места. То есть с дивана. Все потому, что я создала актуально в Инстаграме. Так что можете перейти посмотреть, что я там создала. Я еще не доделала. Я создала только с Никитой. С Ютубом. И с Хомкой. У меня еще там два... Нет, три актуальных намечаются. Получила комментарии, чтобы я вам рассказала о том, какими средствами для волос я пользуюсь. Проблемка в том, что я мою голову чем попало. Мне нужно сходить купить с шампунем и бальзам, чтобы наконец-то пользоваться тем... Ну, чем-то. Потому что сейчас я пользуюсь. Сейчас покажу, чем я пользуюсь. Я пользовалась около полугода шампунем Олен. Так вот, большая упаковка. Она уже закончилась, естественно. Сейчас я пользуюсь данным шампунем. Вот таким вот... Ему уже плохо. Она уже заканчивается. Также параллельно Юлина иногда могу воспользоваться. Пантин. Но кондиционер у меня вот такой. Я не знаю, чей там Юлин. Может, вообще-то не Юлин. Его здесь тоже почти нет. Я просто оставила кивишкребу. Я не знаю даже, что это такое. Напишите, может, кто знает, что за фирма. Сказать честно, мне надо купить шампунь. Бальзан. Так что с вами вместе купим как-нибудь. И, наконец-то, у меня будет что-то своё. У меня плохие новости. Для кого-то, потому что не плохие, но для меня плохие. Я бы убила вот этот напиток. Я ещё взяла ещё три штуки. Потому что там по акте, типа, три берёвышка. Пачка в подарок. Ну, в общем, ладно. Не, не пачка в подарок. Короче, по деньгам выходит, что я, типа, купила две. Но третий подарок, может, помню, может, нет. Это плохо, потому что там это всё-таки не чистый кофе, не какао. Прям ещё-то химикатина. Так что, да. Вот такое я пью. Очень нравится прям. Я куплю какао. Но, блин, какао дорогая вещь, как-то. Да. Поэтому пью пока такие пакетики. Ну, прям, чё-то такого кофейного. Школа, но очень охота. Прямо сейчас я бы выпила, но перед сном не будет. Потому что там, наверное, кофейн всё-таки есть. Всем доброе утро. Дальше я, естественно, вырубилась. Ничего вам не сказала. Неспокойной ночи. Я встала, приняла решение, что я не хочу не краситься. Ничего делать, поеду у них так. Так, даже припозднил на минут 10. Почему же я сегодня опоздаю? Потому что каждый раз я приезжаю за полчаса до начала пары. Представляете? И сегодня я выйду чуть-чуть позже. Посмотрим, во сколько у меня приедет автобус. Успею ли я, не опоздаю ли я, если выйду попозже. Короче, мне надоело приезжать за полчаса. Я лучше опоздаю, скорее всего. Потому что полчаса я просто сижу, стою в коридоре. Всем доброе утро. Заварила свой кофе. Из пакетика. Не знаю, это очень вкусно. Ждем, когда я наберу 10 килограмм из этого напитка. Я уже собираюсь выходить. Знаете, мне не покидает мысль о том, что я хотела бы заниматься танцами. Но так как мой курс вот этой танцевальной уже закончится в марте, я не знаю, чем я потом буду заниматься. Я очень хотела бы ходить на еще разные направления танцев, попробовать все во всех направлениях. Хиллз, что у нас там, Тверк, извините меня, народные. Моя мечта это вообще балет. Я и балет, вы скажете. Но последние две недели смотрю тикток, старый тикток у меня. Там вот эта Полина со своим черненьким танцором. Такие пум, 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 пум. Ну, не знаю. Мне нравятся такие резкие, четкие движения в танцах. Жалко, что я с детства не ходила на балет. Ну, во-первых, это дорого. Извините, у меня один костюм, у них 1100, наверное, стоит. Сами танцы это дорого. Вы все в танцах, у вас в паре какой-то мамчик. А мне этого... Ну, как бы я не хотела бы, естественно, сейчас этим всем заниматься. Уже и поздно. Да, возможно, просто для себя можно было бы походить. Но все равно уже утеряно. Знаете, утеряно. С детства этим надо заниматься, я считаю. Но попробовать можно. Вот. И все-таки моя мечта заниматься танцами, преподавать танцы, как я и мечтала с девятого класса. Она никуда не уйдет. Было бы круто после этих танцев пойти еще куда-нибудь или же сюда же. На эти же танцы просто еще один... А у меня абонемент купить, да? Но, блин, это все-таки дорого. Не забываем, что у меня стипендия не вот такая. Если бы точнее она была такая, теперь она вот такая. Тут еще, если я на танцы потом захочу пойти. Эти танцы мне оплатила мама, потому что я бы не смогла себе даже сама танцы оплатить, чтобы вы понимали. Так что, как-то так, надо что-то думать. Летом я буду ходить в Сирелитамаке на танцы с Дианкой, мы уже договорились. Потому что, ну, это очень круто ходить на танцы. Кто никогда не занимался танцами, идите попробуйте. У нас на танцах есть женщины, которые после работы приходят и танцуют. Я просто восхищаюсь такими людьми, которые не боятся. Ну, я там, я про себя тоже не говорю, что я танцор великий. Просто я там хоть всю жизнь танцевала. Я имею представление на некоторые движения и так далее. А люди, которые никогда не занимались и приходят первый раз на такие танцы, меня вообще поражают. Это очень круто. Они стесняются, они пробуют что-то новое. То есть, это вообще отлично. И как по мне владеть своим телом. Типа волны всякие, руки, ноги красиво делать. Это надо уметь. Ну, я так считаю. Каждый считает по-разному. Для меня это что-то обязательное. Вот. Все, я пошла выходить. Иначе я вообще опоздаю на час. Меря, мне уже выходить надо. Смотрите, что-то я запрещала. Мамочки, ну, такого никогда. Вроде не было на щеке. Ладно, пройдет сама по смене. Всегда все проходит. Дай бог пройдет. Еще я вам вроде не говорила. Я иду на концерт Джизуса. Это мой любимый исполнитель. Ну, не самый любимый, конечно. Иногда я, наоборот, хочу перестать слушать его лучше. Потому что его песни наполняют максимальной депрессией. Боже, ребят. Я думаю, как и все люди. Я бесконечно сильно жду, когда вот это все ужасно растает. Здесь ходить просто невозможно. Дико скользко. Хотела вам заснять. Продолжить свою речь. Я не помню, что я говорила уже. Ладно, продолжи потом. Я вспомнила. На улице так тепло. Конечно, может, это потому, что зимние куртки вышло. Они весенние, как вчера. Но очень тепло. Солнце печет. Я будто летие оказалась. Я аж расстегнута иду. Это была самая убийственная поездка на автобусе. Я вся насквозь мокрая. Люди стоят на проходе, когда есть место здесь. Ну что не так с людьми? Я просто не понимаю. Я вся как не пойму, кто мокрая. Это ужас. Я на танцах вчера так же вспотела. Но это просто убийственное ощущение. Я не могу сомкнуть руки, потому что я вся мокрая. На улице весна. Смотрите, все начало таять. Кстати, ребят, я же планировала опоздать минут на 10. В итоге я приехала на своем же автобусе в свое же время, потому что я не знаю, как так вышло. Я просто подошла на остановку и подъехал на мой автобус. Ну ладно, побуду тут полчаса. Есть ты, да, со мной? Да нет, есть ты. Ладно, это я придумала, она так вам не говорила. У нас еще первая пара, мы уже сделали задание. Это сидит в телефоне бесконечном. Я заметила, что у меня даже не болит пресс после вчерашних упражнений. Почему? Не знаю. Я уже жду, когда у нас появилась еще пара, я поеду домой. Скупаться надо, поспать надо. Хотя спать надо, не знаю, посмотри. Ты что будешь делать? Смотреть фильм на краю. Мы в тумане. А из-за тумана? На камере не видно. У нас в общем лифты делаются, слава богу. Наконец-то. И из-за этого у нас все в тумане. У нас пошло 2 пары. В следующую половину пары мы идем в актовый зал на прекрасное, нужное выступление. Сейчас посмотрим, что там нас ожидает. Ребят, я уже дома варю себе пельмени. Всех с наступающим праздником. Честно, мне вообще из головы вылетает то, что праздник. Вообще, что и 14 февраля, я так же забывала, что уже как бы праздник, что и 8 марта. Вчера нам на танцах подарили тюльпанчик Юлии и мне. Вот, ее стоит в комнате. Он раскрылся, красота. Так что я кушаю. Кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Уже вечер, я уже давным-давно дома. Я сижу сейчас, буду редактировать этот влог, смотреть фильм. Я вообще разочарована в себе. Я не понимаю, что со мной не так. Я хочу сейчас что-нибудь покушать. То есть что-нибудь... Не чипсы. Я даже чипсы не хочу купить. Я не понимаю, в чем дело. Но даже чипсы не могу себе купить. Не потому, что у меня нет денег. Потому что мне жалко на это деньги. Я дико винив себя. Я просчитываю каждую копейку. Чтобы рассчитать, хватит ли мне этих денег на месяц. И в итоге я без настроения из-за этого. Потому что я просто хочу что-нибудь вкусненькое поесть. Но перед тем, как что-то поесть, я обязательно рассчитаю свой бюджет. Буду винить себя за то, что я потрачу деньги на это. Поэтому я сейчас иду варить себе картошку и есть с солеными помидорками. Вообще, я не могу. Просто у меня все раздражает. Я хотела себе сделать подарок на 8 марта в виде чего-нибудь вкусненького. В итоге я не могу себе даже ничего купить. Я не могу, но мне жалко на себя деньги. Так что как-то так. Пойду сейчас варить себе картофель. Субтитры создавал DimaTorzok